Друзья, я снова с вами. Это традиционный эфир, который называется «Сила безусловной любви». Во время этого эфира я консультирую тех, кто подал заявку, и у кого есть сложности в личной жизни, в семейной жизни, вы не можете кого-то встретить, кого хочется. И вот до этого у нас был прямой эфир, где Татьяна рассказала об успехах после моей проработки, что за два месяца стало очень много прецедентов. И вы видите, что от живых героев идут живые отзывы о том, как работает. Та работа, ту помощь, которую я оказываю пациентам, какой от этого идет эффект. Так что звука опять нету. Отлично, видно, слышно. Ура! Кто-то написал, что звука опять нет. Друзья, поставьте лайк, как слышно. Ура! Есть, отлично. Ну вот, пришлось телефон перезагрузить. Что происходит с Инстаграмом, не знаю. Ну вот, не лечится это. Только перезагрузка телефона. Ну так, сейчас посмотрим, кто у нас там первый среди остальных. Так, Юлия Стерберг. Сейчас я вас посмотрю, есть ли вы Юлия. Так. Так. Джа. Идем у меня. Юлия. Юлия. Нижнее подчеркивание. Остерберг. Что-то, Юлия, вас не ищет. Наверное, вы не оформили, как следует заявку. Идем дальше. Екатерина 05. Так, Екатерина 05. Кать, и вас что-то нет в моем списке? Как такое может быть? Елена Филиппенкова. Вот вы и есть. Я даже ваш ник вижу сейчас. Ждем Елену. Ждем Елену. Так, все понятно, отлично. Ну, сейчас связь прекрасная, и это классно. Да. Хотя у кого-то виснет, написал человек. Не важно. Это потому что была в другой стране, и там со связью было плохо. А теперь в какой стране? Сейчас в Болгарии. Была в Дубае. Ну, в Дубае, вы знаете, там все глушится, да, и с этим, так сказать, у них все строго, как вот в Советском Союзе. Окей. Слушай внимательно. Я сейчас за отношения, я вам написала, у меня часто бывают циститы. Я хочу понять, почему они образуются. И также, как бы, с отношениями с мужчинами у меня тоже не складывается. В основном, когда все мои связи с мужчиной заканчиваются агрессивностью со стороны мужчин. Как это выглядит? Вот тут последний случай проявите. Последнюю связь мою? Да-да-да. Как это было? Какой агрессией это заканчивалось и как? Доходит до того, что мужчина, даже если он абсолютно спокойный, он начинает поднимать руку на меня. Через какое время? Ну вот совсем последняя связь, это не случилось, как бы. В последней связи я как бы выгнала этого мужчину. Я выгоняю мужчин или они приходят к тому моменту, что они хотят вести себя агрессивно, даже если они суперспокойные. Так, все понятно, отлично. Ну, сейчас связь прекрасная, это классно. Да. Хотя у кого-то виснет, написал человек. Не важно. Да, потому что была в другой стране и там со связью было плохо. А теперь в какой стране? Сейчас в Болгарии, была в Дубае. Ну, в Дубае, вы знаете, там все глушится, да, и с этим, так сказать, у них все строго, как вот в Советском Союзе. Окей, послушай внимательно. Сейчас за отношения я вам написала, у меня часто бывают циститы. Я хочу понять, почему они образуются. И также, как бы, с отношениями с мужчинами у меня тоже не складывается. В основном, когда все мои связи с мужчиной заканчиваются агрессивностью со стороны мужчин. Как это выглядит? Вот последний случай, проявите. Последнюю связь мою? Да-да-да, как это было? Какой агрессией это заканчивалось и как? Доходит до того, что мужчина, даже если он абсолютно спокойный, он начинает поднимать руку на меня. Через какое время? Ну, вот совсем последняя связь, это не случилось, как бы. В последней связи я как бы была, я как бы выгнала этого мужчину. Я выгоняю мужчин или они приходят к тому моменту, что они хотят вести себя агрессивно, даже если они суперспокойные. Ну, вот через сколько это начинается? Через три минуты после общения первого? Нет, когда серьезная как бы связь, и там через полгода, вот так где-то. А, через не сразу, да? То есть полгода должно пройти, и вот когда первые звоночки раздаются? Когда первые? Ну, первые я не могу сказать. Ну, что начинается? Он под ним начинает орать как-то, да? Или как это начинается? Не кричать начинается, вот просто начинает руки прикладывать. Как бы я вот, я в разводе, да, уже с 7 лет, и вот мы с моим мужем разошлись точно, он был абсолютно спокоен, не пил, как бы не гулял, ничего, как бы мечтаю о женщине, там в доме все делал. И вот мы расстались именно потому, что он на три раза на меня руку поднял, а я вот в Болгарию переехала, я украинка, и в Болгарию переехала вот именно поэтому. Ну, вы что, бежали от него, что ли, в Болгарию? Нет, мы приехали как бы создать семью, переехали в Болгарию, как бы чтобы создать семью здесь. Он болгарин? Да, да, он болгарин, бывший муж. Так, бывший муж, и вы в 7 лет уже с ним в разводе? Да. А, то есть он избил вас, что ли? Ну, он не избил, он просто без причины абсолютно и поднял на меня руку, как бы, и это началось, как бы все началось еще совсем, как бы он не был первым мужчиной, который начал на меня руку поднимать. Все началось в моем, даже не детстве, когда я была подростком, я встречалась с одним парнем, и этот парень начал драться с другим мужчиной. И я, чтобы их разнять, я влезла в эту драку, и он, не хотя того, меня ударил ногой по лицу, то есть я хотела просто их разнять в мужской бой. И он мне ударил ногой по лицу, и я упала на пол без сознания. И после этого вот как бы началось вот точно все мои следующие отношения с мужчинами заканчивались тем, что даже спокойный мужчина агрессивно на меня. То есть они все вас старались выключить, что ли, вот настолько сильно ударить, чтобы это повторилось? Не, просто рукоприкладство как бы. Ну, такое повторялось, когда вас били настолько, что у вас отключалось сознание? Нет. Нет, не повторялось. Окей, хорошо, давайте с этим поработаем. Давайте вспомните последний свой роман, который у вас был, когда мужчина стал проявлять рукоприкладство к вам и агрессию. Последний, да? Да, да, ну так вот наиболее яркий момент. Да, вспомню. А сколько, кстати, вам лет сейчас? 38. 38 лет. И вот он проявляет агрессию. Что он делает в этот момент? Ну, он не похож на себя, этот человек. Что он делает? Так, в какое-то состояние защищается. Не знаю, почему мне это слово вышло. От чего защищается? От меня? Вы на него сами нападаете в этот момент? Явно да, я не знаю. Я не нападаю, но у меня просто вот первое слово вышло защищается от меня. Не знаю почему. Окей, как вы себя в этот момент чувствуете? Беззащитно. Как вы это чувствуете в своем теле? Я чувствую... Мне страшно, я чувствую себя слабо. Как в теле это ощущается? Как в теле? Да. Мне хочется спрятаться, стать такой маленькой. Как вы это ощущаете, что вам хочется стать маленькой? Ну, хочется вот так вот прижаться, да, и спрятаться, чтобы меня никто не видел, не слышал, не трогал. Как исчезнуть. Исчезнуть. Но вот это спрятаться, это как, в клубочек сжаться или как? Да, сжаться, да. Окей. Ваша задача, Лена, вот это ощущение, сфокусировать свое внимание и удерживать его. Договорились? Я буду называть годы вашей жизни, вы будете их вслух или про себя называть и слушать свое тело. Остается это ощущение в этом возрасте или пропадает? Договорились? Да. Закрыть глаза не надо. Как вам хочется. Хотите закрывать, хотите нет. Итак. Сконцентрировались на ощущение? Да. Мне 30. Есть это чувство? Да. Мне 20. Мне кажется, нет. Пропало? Да. Мне 25. Нет. Мне 28. Нет. Мне 29. Нет. Мне снова 30. Да. Что такого в 30 лет произошло? Из-за чего это ощущение у меня появилось в теле? У меня прям аж комок в горле. Что происходит? Скорее всего, я переехала в Болгарию. Так. Что вы видите? Вот это ощущение появилось и что-то происходит в этот момент? Я просто не могу дышать. Так, Лена, чуть-чуть подвисли. Лена. Еще раз. Вам 30? Это ощущение только появилось? Что? Ваша ситуация. Лена, немножко вы подвисли чуть-чуть, да? Вот вернемся. Вам 30 и что-то происходит в этот момент, связанное с этим ощущением. Что это? Я не могу понять, что происходит. Просто у меня воздуха не хватает. Вот хочется сжаться и не хватается воздуха. Что за история? Что вокруг происходит? Где вы оказались в этот момент? Ну, я просто в этот период жизни переехала в Болгарию, оказалась совсем одна, с двухмесячным ребенком, не зная ни языка, в чужом доме, с чужими людьми. Так. А ребенок это уже был от вашего мужа в Болгарии? Да, да. Так. То есть расписались вы ранее или не расписались еще? Да, расписались, да, ранее, перед тем, как ребенок родился. А расписались вы где? В Болгарии. В Болгарии. То есть вы это ощущение связываете с тем, что вы несколько месяцев находились в Болгарии, и вам там было некомфортно? Да. Окей. Ну, давайте поработаем с этим ощущением. Итак, скажите себе, Лена, мне один день я взбатил свою маму. Как там чувство? Мне вроде комфортно, но почему-то мне тут колет, как бы, прокалывание есть. Ну, это не ощущение, что я хочу сжаться в комок? Нет. Нет. Ну, это другое чувство. Мы его сейчас не будем рассматривать. Итак, скажите себе, представьте, вернее, что в этот момент к вам приходит Бог и говорит, дорогая Лена, в твоей жизни получится так, что в возрасте 30 лет ты переедешь в другую страну под названием Болгария, выйдешь там замуж и будешь жить в чужой стране с чужими людьми, и ты будешь чувствовать какое-то время себя одиноко. Но все это к любви, к радости и к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда самодостаточной, уверенной себе женщиной, которая любит себя, дарит любовь, которая есть в твоем сердце, окружающим людям. Это для того, чтобы у тебя все легко и просто складывалось в личном плане. Это для того, чтобы у тебя легко и просто формировались гармоничные, счастливые, семейные и партнерские взаимоотношения, в которых ты чувствуешь безусловную любовь и делишься ей. Как ощущения? Еще тяжело. Где тяжело и как? В плечах. Мне 30. Мне 30 лет. Я переезжаю в Болгарию. Как ощущения? Уже легче. Хочу я спрятаться под плитус? Нет. А что я хочу? Хочу жить. Так. Теперь представьте ту историю, которую вы представляли, связанную с предыдущими отношениями, когда человек на вас руку поднимал. Как ощущения? Абсолютно нормально. Нет такого ощущения, что я хочу защититься и спрятаться. Давайте еще немножечко поработаем с вами. Итак, давайте вспомним вот этот момент, когда вам молодой человек случайно заехал ногой по голове. Сколько еще раз вам тогда лет было? Мне тогда было, наверное, сейчас вспомню, где-то около 20-21 год, что-то такое. Итак, вот вспомните этот день, этот час. Какие ощущения при воспоминании у вас возникают в теле? Нормальные. Нормальные. Просто раз и отключите, и уже ничего не помню. Да, я абсолютно сейчас спокойно реагирую на ситуацию. Спокойно реагирую. Окей, все. Ну, вы спокойно реагируете, значит, спокойно реагируете. Нечего делать. Итак, давайте поработаем с вашим циститом. Давно он у вас беспокоит? У меня он уже очень давно. Просто хронический. Какого возраста? Где-то, когда вот начался... Вот у меня такое впечатление, что у меня цистит начинается, когда, во-первых, если я с мужчиной начинаю половой контакт, если это новый партнер, у меня тогда появляется цистит. И также в последнее время он начал появляться вообще без причины. Вот сегодня первый день опять у меня цистит, я не могу понять, почему. Сейчас болит? Зудит внутри? Нет, потому что я таблетки пью. Так, какие у тебя таблетки? Без болезни? Я в Турции взяла одни таблетки. Я постоянно или на антибиотиках, или очень сильно, и мне не помогают всякие такие народные методы. И на русском уже слова забыла, на болгарском употребляю. Просто народные методы мне уже не помогают. Окей, хорошо. Вспомните вот это ощущение. Когда вот симптом появляется в теле. Это ужасное ощущение, ни одной женщины его не пожелает. Не надо никому желать, прям вспомните это. Мы пойдем в прошлое, посмотрим, когда оно запустилось внутри вас. Итак, мне 30 лет, как ощущение? Нормально. Есть оно в теле вашем? Да. Мне 20. Есть. Мне 10. Немножко есть. Мне 5 лет. Ой, есть. Мне 1 год. Есть. Мне 1 день, я в животе у мамы. Мне кажется, тут нет. Мне 5 месяцев беременности. Нет. Мне 1 месяц после родов. Мне кажется, есть. Есть. 9 месяц беременности в животе у мамы как ощущение? Есть. 8 месяц беременности? Нет. Нет. Что такого происходило, когда был 9 месяц беременности? Вы знаете, чего это ощущение появилось? Не могу понять. Не знаю. Вот это чувство появилось, вы в животе у мамы, 9 месяц беременности. Появляется это ощущение. Да. Что за ситуация вокруг? Какая? Что происходит, связанное с этим чувством, с ощущением в теле? Что я вижу? У меня тут начинается, я начинаю задыхаться. Что происходит? Что в жизни вашей мамы происходит в этот момент? У меня сейчас такая картинка идет, что она вроде хочет рожать. Вот как будто она сейчас рожает, я не могу понять, почему эта картинка. Может, во время родов что-то случилось, когда может доктор какой-то, не знаю. Что вы видите? Ну вот роды, что происходит? Ну вот у меня такой образ идет в шапке такой белой, да, вот как раньше докторы были. Но я не могу понять, мужчина это, женщина. Ну что этот доктор делает? Не важно в данном случае, что он делает не так, что вызывает это ощущение. Я не знаю, не могу понять. Что-то в этом процессе, в этом периоде родов происходит не так, что вызывает это ощущение в вашем малом тазу. Что происходит? С каким именно фрагментом это связано? Мне кажется, я вижу, как я начинаю появляться на свет. Может, он меня дергнул, ну это как бы вот интуитивно, я так понимаю. Или что-то сделал доктор, потянул меня, может быть. И как вы это чувствуете? За что он вас потянул? За ноги. За ноги. Вы ногами родились? Не знаю, нормально, по-моему, я родилась. Так, так за что он вас дергает-то? Что связано с этим ощущением? Я не знаю, у меня сейчас опять тут опять такой же, ощущение, когда вот мне хочется вот так вот прижаться, да, вот как с мужчинами, и я себя... Ну как ощущение с мужчинами, тут то же самое ощущение. Вот мне хочется вот так вот прижаться и спрятаться. Так, от чего? Наверное, от того, чтобы меня забрали от мамы, чтобы я появилась на свет. Забрали от мамы? Да. А зачем от нее забирать? Наверное, потому что мне было комфортно, и сейчас мне нужно появиться на свет, и, может, вот этот этап жизни... Ваши роды стимулируют? Нет. То есть я не хочу рожаться? Да. Ни срок еще, ни время? Или срок и время? Нет. Не. Нет. 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 Я не могу понять. Что вы чувствуете, Лена? Я чувствую, когда... Вот сейчас, в данный момент, как бы, в последнее время я вижу такую паутину, ну для меня божественную, я его визуализирую паутиной, которая светится светом, и в данный момент я вижу точно эту паутину, и для меня это как бы свет божественный, значит, я защищена, и вот точно сейчас, вот, когда я внутри у мамы, я вижу эту, это божественно, эту паутину, да, которая, которая вся светится светом, и, наверное, может быть, у меня было такое ощущение, если я выйду из этого пространства, то я больше не буду защищена, не буду... Это ваше чувство или мамина? Наверное, это не мое чувство. Чего оно? Мне почему-то кажется, что это папина чувство. И с чем так папа чувствует тебя? Или чувствует ситуацию так? Может, ему страшно? Он в народах присутствовал? Нет, в том, что он молодой, ну мне как бы-то, я сейчас говорю то, что мне идет как бы, что мне приходит, он был молодой, он, может, боялся ответственности, ему 18 лет было. А маме сколько было лет? 16. Ну, когда она уже выражала меня, 17. 17. Ну, еще мало же. Да. Так. Папе тогда 19, получается, да. Что говорили их родители под названием бабушка и дедушка на этот предмет? Они хотели, чтобы мама сделала аборт. Угу. Брак у них не был зарегистрирован, я правильно понимаю на тот момент? Угу. То есть их побудили к этому? Угу. Или они сами хотели? Угу. Сами хотели, да. Сами хотели. Они хотели, но никто другой не хотел. Угу. Окей, давайте поработаем с этим. Итак, скажите себе, я Лена, мне один день оживотил свою маму. Мама еще не знает, что она беременна. Да. В этот момент приходит к вам Бог и говорит, дорогая Лена, в твоей жизни получится так, что от твоего появления на свет мало кто будет рад, кроме твоих родителей. И что родственники вокруг будут рекомендовать твоей маме сделать аборт и не приветствовать то, что она в столь юные годы станет мамой. И страх за появление тебя на свет будет присутствовать твоего отца и твоя мама также будет на эту тему переживать. Но все это к любви, к радости, к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда счастливой, защищенной, самодостаточной, в будущем уверенной в себе взрослой женщиной, которая легко и просто создает гармоничные, счастливые взаимоотношения, получает от секса и от романтики и от творчества наслаждение. И это для того, чтобы ты себя чувствовал всегда здоровой и счастливой. Как ощущения? Хорошо. Так, что происходит? Нелегко стало, свободно. Попробуйте вспомнить последний эпизод, когда у вас болел еще пузырь. Когда что? Ну, когда последний раз болела внизу. Ну, сегодня болела, но я не чувствую уже боли. Не можете вспомнить? Да. Да, не могу. Не можете вспомнить. Ну, это хороший результат. Посмотрите, поговорите с мамой, как вы рожались. Пусть она еще расскажет, что там были события, как роды проходили. То есть, чтобы у вас тайн в сознании никаких не было. И даже здесь какие-то там были трудности эмоционального содержания либо физиологического. Это просто информация. Договорились? Да. Ну, все. Счастливо. Спасибо вам большое. Удачи. Напишите потом, как у вас дела. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. И страх за появление тебя на свет будет присутствовать твоего отца, и твоя мама также будет на эту тему переживать. Но все это к любви, к радости, к счастью. Это к тому, чтобы ты себя чувствовал всегда счастливой, защищенной, самодостаточной, в будущем уверенной в себе взрослой женщиной, которая легко и просто создает гармоничные, счастливые взаимоотношения, получает от секса и от романтики и от творчества наслаждение. И это для того, чтобы ты себя чувствовал всегда здоровой и счастливой. Как ощущения? Хорошо. Так. Что происходит? Нелегко стало. Свободно. Угу. Попробуйте вспомнить последний эпизод, когда у вас болел еще пузырь. Когда что? Ну, когда последний раз болела внизу. Ну, сегодня болела, но я не чувствую уже боли. Не можете вспомнить? Да. Да, не могу. Не можете вспомнить. Ну, это хороший результат. Посмотрите, поговорите с мамой, как вы рожались. Пусть она еще расскажет, что там были за события, как роды проходили. То есть, чтобы у вас тайн в сознании никаких не было. И даже если какие-то там были трудности эмоционального содержания либо физиологического, это просто информация. Договорились? Да. Ну, все. Счастливо. Спасибо вам большое. Удачи. Напишите потом, как у вас дела. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Яйд на то, что происходит сейчас. То есть, мозг туда опять возвращает, в эту историю. И приходится с ней работать. Итак. Я опять включил комментарии. Так. Всего доброго и так далее. Можно к вам в эфир. Александр 16.05. Можно, если вы заявку подавали? Тогда можно. Сейчас я посмотрю, есть ли вы у меня здесь. Будет похожий ваш ник. Вполне возможно, я вас выносил недавно в список. Так. Так. Лейсан. 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 Пока не ищет у вас. Ну, будем честны, да? Надо подавать заявку, и тогда попадаете в список. И я с вами работаю. Все очень просто. Конечно, хочется весь мир обнять, всем помочь. Ну, есть правила. И правила помогают фильтроваться. Так. Кто подавал заявку, напишите. Я условия выполнил. А вот вижу. Аленка, шоколад. Аленка. Аленка. Вижу. Сто семь седьмая. Все. Сейчас я вас возьму. Так. Уйти в прямой эфир. Все. Сто семь седьмая. Вот происходит сейчас. То есть, мост туда опять возвращает в эту историю. И приходится с ней работать. Вот. Итак. Я опять включил комментарии. Так. Все как говорил. И так далее. Можно к вам в эфир. Лисанн 16.05. Можно, если вы заявку подавали? Тогда можно. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня здесь. Будет похожий ваш ник. Вполне возможно, я вас выносил недавно в список. Так. Лисанн. Лисанн. Пока не ищет у вас. Ну, будем честны, да? Надо подавать заявку, и тогда попадаете в список. И я с вами работаю. Все очень просто. Конечно, хочется весь мир обнять, всем помочь. Но есть правила. И правила помогают фильтроваться. Так. Кто подавал заявку, напишите. Я условия выполнил. А вот вижу. Аленка, шоколад. Аленка. Аленка. Вижу. 177. Все. Сейчас я вас возьму. Так. Уйти в прямой эфир. Все. 177 номер. Вот происходит сейчас. То есть, мозг туда опять возвращает в эту историю. И приходится с ней работать. Итак, я опять включил комментарии. Так. Все как говорил и так далее. Можно к вам в эфир. Лейсан 1605. Можно, если вы заявку подавали? Тогда можно. Сейчас я посмотрю, есть ли у меня здесь. Вот как похожий ваш ник. Вполне возможно, я вас вносил недавно в список. Так. Лейсан. Лейсан. Пока не ищет у вас. Ну, будем честны, да? Надо подавать заявку и тогда попадаете в список. И я с вами работаю. Все очень просто. Конечно, хочется весь мир обнять, всем помочь. Ну, есть правила. И правила помогают фильтроваться. Так. Кто подавал заявку, напишите. Я условия выполнил. А вот вижу. Аленка, шоколад. Аленка. Аленка. Вижу, 177. Все, сейчас вас возьму. Так. Выйти в прямой эфир. Все. 177, да. Ой, очень приятно. Не ожидала. Очень долго жду, волнуюсь. Я в это не верю. Алло. Я, к сожалению, вас не могу через камеру ущипнуть, чтобы вы поверили. Кошмар. Кошмар. Здравствуйте. Еще раз, да. Спасибо, что меня взяли. В общем, у меня такая проблема. Мне 28 лет. Значит, мне молодой человек сделал предложение. Уже как второй год я не могу ему ответить, да или нет. У меня какой-то стоит блог. У меня есть старшая сестра, значит, вот. И до этого у мамы было два аборта. До меня, вот. Ну, как-то я вот изучаю очень вас, вас изучаю вашу практику, что вы как бы преподносите, да, психосоматика, вот. И как-то вот я ощущаю, что как-то, может, они на меня как-то влияют, вот эти вот два аборта мамины. И мама меня не хотела. Она узнала на четвертом месяце беременно мною была и хотела сделать аборт, но уже было поздно. Алло, давайте мы вот это все остановим. Я сейчас объясню, почему. Да. Это все, конечно, безумно интересно, но у вас проблема в другом. У вас проблема не в том, что там мама аборт и хотела, да, а в том, что вы не можете там принять предложение. Вас это пугает и это беспокоит? Да, у меня какой-то страх, наверное, семейной жизни, какой-то ответственности. Или я думаю, что вдруг это не тот человек. Я, может, встречу еще кого-то лучше. Как-то я вот не могу понять. Ну да, я его люблю, у меня все хорошо вот с этим молодым человеком. Алло, вот вы вышли замуж, приняли предложение. Что? Ой, очень приятно, не ожидала. Очень долго жду, волнуюсь. Я в это не верю. Алло. Я, к сожалению, вас не могу через камеру ущипнуть, чтобы вы поверили. Кошмар. Здравствуйте еще раз. Да, спасибо, что меня взяли. В общем, у меня такая проблема. Мне 28 лет. Значит, мне молодой человек сделал предложение. Уже как второй год я не могу ему ответить. Да или нет. У меня какой-то стоит блог. Значит, у меня есть старшая сестра. Значит, вот. И до этого у мамы было два аборта. До меня, вот. Вот. Ну, как-то я вот изучаю очень вас, вас изучаю, вашу практику, что вы как бы преподносите, да, психосоматика. Вот. И как-то вот я ощущаю, что как-то, может, они на меня как-то влияют, вот эти вот два аборта мамины. И мама меня не хотела. Она узнала на четвертом месяце беременно мною. Была и хотела сделать аборт, но уже было поздно. Алё, давайте мы вот это все остановим. Я сейчас объясню, почему. Да. Это все, конечно, безумно интересно. Но у вас проблема в другом. У вас проблема не в том, что там мама аборт и хотела, да, а в том, что вы не можете там принять предложение. Вас это пугает и это беспокоит? Да, у меня какой-то страх, наверное, семейной жизни, какой-то ответственности. Или я думаю, что вдруг это не тот человек. Я, может, встречу еще кого-то лучше. Как-то я вот не могу понять. Ну да, я его люблю. Мне все хорошо вот с этим молодым человеком. Алё, вот вы вышли замуж. Приняли предложение. Что происходит? Ну, наверное, все супер. Так. Хорошо все, да. Ну. Мы живем счастливо. В чем проблема? Не знаю. Ну, мы вам желаем тогда добра, счастья и любви. Просто принимайте все, да? А как вот этот блок? У меня какой-то страх? Не знаю. Где он? Если вы представили картину, от которой вы бегаете два года, и вам хорошо. Ну, у меня до этого был какой-то комок в горле, но он уже как-то прошел где-то год, я уже его не ощущаю. Ну, что? Вам нужен был пинок под одно место, видимо, на эфире, чтобы вы начали действовать в своей жизни? Не знаю. Ну, я-то знаю. Ну, если ничего не беспокоит, берите и делайте, и все. А если вот, ну, у меня может быть какая-то тревожность иногда в груди. Вот у меня до этого были отношения токсические, 6 лет, были панические атаки, я вышла, как-то уже разобралась, и была вот очень сильная тревожность в груди. Ну, вот я вышла из отношений. Каким я? Как его зовут? Теперьшнего малого человека? Да, да. Сергей. Сергей вам звонит и говорит, Ален, все, два года ждал, иди нафиг, не могу больше ждать. Как еще? Ну, тревожность, слезы. Так. Ну, как? Будете принимать или будете торговаться еще? Буду принимать. Ну, все, какая проблема? Просто, очень просто представить, что вы теряете от того, что этого нет. Ну, все, и вам сразу будет понятно. У вас ощущения и эмоции сразу просыпаются, что вы, на самом деле, сейчас сидите и давите сами на себя. А чего ждать? Кого ждать? Хорошо. А можно еще, пожалуйста, один вопрос? Вот я в медицине врач-эпидемиолог, и немножко вот я потеряла себя, хочу уйти в лабораторную диагностику. Так. Эпидемиолог, да? Я врач-эпидемиолог, да. Уже пятый год работаю, и немножко потеряла себя. Всегда как-то хотела уйти. Может быть, врач лабораторной диагностики и как-то не мог определиться. И какой-то страх, и не знаю, где бы я себя нашла. Слушайте, сейчас вы очень востребованы. Сейчас коронавирус всех пугает, поэтому ваша профессия сейчас прямо в рейтинге должна подняться. Ну, да. Так. Вам нравится то, чем вы занимаетесь медицией? Ну, медицина мне очень нравится. Но сама система, я сама из Белоруссии. Но сама система, как построена, нет. Постройте свою систему. Постройте свою. Угу. Все же просто. Мне тоже система не совсем нравится. То есть она хороша, конечно, в медицинской системе государственной. Она может людям много в чем помочь. Потому что мощностей и денег, сколько есть в государстве в бюджете, ну, ни один частный инвестор не сравнится. Это да. Но не везде в этой системе можно найти ответы на все вопросы. Иногда люди повисают в том, что, ну, доктор ничем помочь не может. Потому что никто не занимается духовной здоровьем. И поэтому я делаю уже после окончания суда то, что я считаю нужно. В клинике открываю и так далее. Ну, ни с кем не спорю. Я просто делаю то, что мне нравится. Угу. А может, вы чувствуете, что вот у меня как-то другая сфера. Или мне, ну, оставаться в медицине. Мне очень нравилось иностранное язык. Я вот ездила, работала в Италии два года на скорой помощи. Меня как-то тянула Италия. Поэтому я вот с браком как-то вот откладывала. Думала, что где-то в Европе. У меня душа в Европе тянулась. И потом молодой человек сделал предложение. И как-то я уже степенилась. Ну, как-то вот непонятно. Ну, понимаете, медицина вас все равно зовет. У вас, ну, энергия медицинская. То есть, вам помогать людям в этом быть, ну, как бы, при этом. Вам нравится. Если даже вы какую-то часть работы выполняете в виде, там, аналитики или, там, лабораторных исследований и так далее. Вы все равно чувствуете себя нужным и полезным. И у вас это хорошо получается. То есть, вам, ну, как бы, стать больше экспертом в своей области, да. И вот, ну, рейсинг своей экспертности приподнять, это будет неплохо. Можешь преподавать научные исследования, научной работой заниматься. Вам это нравится. Понятно. Все. Еще маленький вопрос последний. Вот у меня, значит, как вот с этим предложением получилось, молодой человек. И у меня дерматит между безымянным палец правой руки. Как бы, здесь все хорошо. А именно, что правая рука и безымянный палец, иногда какие-то раздражения вот выскакивают. Я мажу гормональными азиями, оно проходит, высыпает, проходит, высыпает. Я вот думаю, что это страх, может, замужество какого-то. Ну, как, знаете, грубо есть выражение, засиделись в своих девках. Поэтому вам и тело даже об этом и говорит. Угу. Я поняла. Да. Вот и все. Не бойтесь, замужество – это не тюрьма. Это новый уровень вашего развития и новое, так сказать, пространство, которое можно осваивать. Ну да. Ой, это вот я вот очень ждала, чтобы вас услышать, что вы мне скажете, потому что я очень, ну, не могу определиться, мне как-то тяжело. Ну, определяйтесь, ничего тяжелого нет, это очень приятное решение. Просто два года уже хватит тянуть. Угу. Я поняла. Ну, все, Лена, в шоколаде. Удачи вам. Хорошо. Благодарю вас. До свидания. Спасибо. Спасибо. Так. Идем. Ой, очень приятно, не ожидала. Очень долго жду, волнуюсь. Я в это не верю. Алло. Я, к сожалению, вас не могу через камеру ущипнуть, чтобы вы поверили. Кошмар. Кошмар. Здравствуйте. Еще раз, да. Спасибо, что меня взяли. В общем, у меня такая проблема. Мне 28 лет. Угу. Угу. Значит, мне молодой человек сделал предложение. Уже как второй год я не могу ему ответить, да, или нет. У меня какой-то стоит блог. Значит, у меня есть старшая сестра, значит, вот. И до этого у мамы было два аборта. Угу. До меня, вот. Ну, как-то я вот изучаю очень вас, вас изучаю вашу практику, что вы как бы преподносите, да, психосоматика, вот. И как-то вот я ощущаю, что как-то, может, они на меня как-то влияют, вот эти вот два аборта мамины. И мама меня не хотела. Она узнала на четвертом месяце беременна мною. Была и хотела сделать аборт, но уже было поздно. Алло, давайте мы вот это все остановим. Я сейчас объясню, почему. Да. Это все, конечно, безумно интересно. Но у вас проблема в другом. У вас проблема не в том, что там мама аборт и хотела, да, а в том, что вы не можете там принять предложение. Вас это пугает и это беспокоит? Да, у меня какой-то страх, наверное, семейной жизни, какой-то ответственности. Или я думаю, что вдруг это не тот человек. Я, может, встречу еще кого-то лучше. Как-то я вот не могу понять. Ну, да, я его люблю. Мне все хорошо вот с этим молодым человеком. Алло, вот вы вышли замуж, приняли предложение. Что происходит? Ну, наверное, все супер. Так. Хорошо все, да. Ну. Мы живем счастливо. В чем проблема? Не знаю. Ну, мы вам желаем тогда добра, счастья и любви. Просто принимайте все, да? А как вот этот блок? Какой-то у меня какой-то страх? Не знаю. Где он? То есть вы представили картину, от которой вы бегаете два года, и вам хорошо? Ну, у меня до этого был какой-то комок в горле. Ну, он уже как-то прошел. Где-то год я уже его не ощущаю. Ну, что? Вам нужен был пинок под одно место в виде моего эфира, чтобы вы начали действовать в своей жизни? Не знаю. Ну, я-то знаю. Ну, если ничего не беспокоить, берите и делайте, и все. А если вот, ну, у меня может быть какая-то тревожность иногда в груди. Вот у меня до этого были отношения токсические, 6 лет. Были панические атаки. Я вышла, как-то уже разобралась. И была вот очень сильная тревожность в груди. Ну, вот я вышла из отношений. Алена, как его зовут? Теперьшнего малого человека? Да, да. Сергей. Сергей вам звонит и говорит, Алена, все, два года ждал, иди нафиг, не могу больше ждать. Как еще? Ну, тревожность, слезы. Так. Да. Ну, как? Будете принимать или будете торговаться еще? Буду принимать. Ну, все, какая проблема? Просто, очень просто представить, что вы теряете от того, что этого нет. Ну, все, и вам сразу будет понятно. У вас ощущение и эмоции сразу просыпаются, что вы на самом деле сейчас сидите и давите сами на себя. А чего ждать? Кого ждать? Угу. Угу. Хорошо. А можно еще, пожалуйста, один вопрос? Вот я в медицине врач-эпидемиолог, и немножко вот я потеряла себя, хочу уйти в лабораторную диагностику. Так. Эпидемиолог, да? Я была врач-эпидемиолог, да, уже пятый год работаю, и немножко потеряла себя, всегда как-то хотела уйти, может быть, врач лабораторной диагностики и как-то не мог определиться, и какой-то страх, и не знаю, где бы я себя нашла. Слушайте, сейчас мы очень востребованы, сейчас коронавирус всех пугает, поэтому ваша профессия сейчас прямо в рейтинге должна подняться. Ну, да. Так. Вам нравится то, чем вы занимаетесь в медицине? Ну, медицина мне очень нравится, но сама система, я сама из Белоруссии, но сама система как построена, нет. Постройте свою систему. Постройте свою. Угу. Все же просто. Мне тоже система не совсем нравится, то есть она хороша, конечно, в медицинской системе государственной, она может людям много в чем помочь, потому что мощностей денег, сколько есть в государстве, в бюджете, да, ну, ни один частный инвестор не сравнится. Это да, но не везде в этой системе можно найти ответы на все вопросы. Иногда люди повисают в том, что, ну, доктору ничем помочь не может, потому что никто не занимается духовным здоровьем. И поэтому я делаю уже после окончания суда то, что я считаю нужно. В клинике открываю и так далее, ну, ни с кем не спорю, я просто делаю то, что мне нравится. Угу. А может вы чувствуете, что вот у меня как-то другая сфера или мне, ну, оставаться в медицине? Мне очень нравилось иностранное язык, я вот ездила, работала в Италии два года на скорой помощи, меня как-то тянула Италия, поэтому я вот с браком как-то вот откладывала, думала, что где-то в Европе, у меня душа в Европе тянулась, и потом молодой человек сделал предложение, и как-то я уже степенилась, ну, как-то вот непонятно. Ну, понимаете, медицина вас все равно зовет, у вас, ну, энергия медицинская, то есть вам помогать людям в этом быть, ну, как бы при этом, вам нравится. Если даже вы какую-то часть работы выполняете в виде, там, аналитики или, там, лабораторных исследований и так далее, вы все равно чувствуете себя нужным и полезным. И у вас это хорошо получается. То есть вам, ну, как бы стать больше экспертом в своей области, да, и вот, ну, рейтинг своей экспертности приподнять, это будет неплохо. Можешь преподавать научные исследования, научные работы заниматься, вам понравится. Понятно. Все, еще маленький вопрос последний. Вот у меня, значит, как вот с этим предложением получилось, молодой человек, и у меня дерматит между безымянным палец правой руки, как бы здесь все хорошо, а именно, что правая рука и безымянный палец, иногда какие-то раздражения вот выскакивают. Я мажу гормональными азиями, оно проходит, высыпает, проходит, высыпает. Я вот думаю, что это страх, может, замужество какого-то. Ну, как, знаете, грубое есть выражение, засидели в своих девках. Поэтому вам и тело даже об этом и говорит. Я поняла. Вот и все. Не бойтесь, замужество – это не тюрьма. Это новый уровень вашего развития и новое, так сказать, пространство, которое можно осваивать. Ну, да. Ой, это вот я вот очень ждала, чтобы вас услышать, что вы мне скажете, потому что я очень, ну, не могу определиться, а мне как-то тяжело. Ну, определяйтесь, ничего тяжелого нет, это очень приятное решение. Просто два года уже хватит тянуть. Угу. Я поняла. Ну, все, Лена, в шоколаде. Удачи вам. Хорошо. Благодарю вас. До свидания. Спасибо. Так, идем. Всем такие бы проблемы. Я одна не понимаю, что за эфир. Ну, видимо, да. Дерматит. Так. Друзья, кто у нас следующий? Кто еще заявку подал точно? Чтобы вы были у меня в списке. Так. Каролина. Три восьмерки. Сейчас я вас посмотрю. Каролина. Так. Кар... Кар... Каролина. Каролина. Так. То ли я вас в список не внес, то ли у меня тут поисковичок ошибается. Еще раз посмотрю. Так. Каролина мне почему-то не хочет вас искать. Может, я не так что-то пишу? Ну, ладно, давайте возьмем. Потому что на поиск много времени трачу. Потом проверю еще раз. Если бывает такое, что люди подают заявку давно, у них аккаунт закрыт, потом смотришь – нет. А я проверяю только за последнюю неделю. Каролина, здрасте. Добрый вечер. Мое имя Елена. А, Елена. Это просто псевдоним. Да, да. Когда вы заявку подавали? Артем, по-моему, неделю назад. Неделю назад. Да. У вас не закрыт аккаунт? Нет, открытый. Открытый. Да. Ладно, посмотрю. Ну, не видел вас. Все на такие проблемы. Я одна не понимаю, что за эфир. Ну, видимо, да. Дерматит. Так. Друзья, кто у нас следующий? Кто еще заявку подавал точно? Чтобы вы были у меня в списке. Так. Каролина. Три восьмерки. Сейчас я вас посмотрю. Каролина. Так. Кар. 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 Так. Так. Ну, то ли я вас в список не внес, то ли у меня тут поисковичок, поисковичок ошибается. Еще раз посмотрю. Так. Каролин, мне почему-то не хочет вас искать. Может, я не так что-то пишу? Ну, ладно, давайте возьмем, потому что на поиск много времени трачу. Потом проверю еще раз, если бывает такое, что люди подают заявку давно, у них аккаунт закрыт, потом смотришь, нет. А я проверяю только за последнюю неделю. Каролин, здрасте. Добрый вечер. Мое имя Елена. А, Елена. Это просто псевдоним. Да. Когда вы заявку подавали? Артем, по-моему, неделю назад. Неделю назад. Да. У вас не закрыт аккаунт? Нет, открытый. Открытый? Да. Ладно, посмотрю. Ну, не видел вас. Поверю на слово. Хорошо, слышу. Артем, у меня вот такая проблема. С мужем 10 лет замужем. И, вы знаете, я его просто не люблю. Ну, я думаю, изначально его не любила. И сейчас все больше и больше он меня просто бесит. И, ну, короче, все движения связаны с ним. Все меня раздражает просто. Что касается секса, я уже пятую неделю сплю на полу просто с детьми. Жастенька, пожалуйста. Ненадолго. То есть в отдельных комнатах спим. И изначально тоже, скажу вам правду, никакого кайфа не получалось за 10 лет. То есть он у меня второй муж. С первым аналогичная ситуация была. Так. Хотелось бы просто понять, вроде как я девушка не фривильная, но не хочу уже ничего, понимаете. Вот не чувствую этого. Хотелось понять. Вот представьте, я как подумаю, что я вот живу-живу. И не поняв, что такое. Даже оргазм не побоюсь этого слова. Взять и умереть. Я не чувствовала никогда этого. То есть я не ощущала. Все, что должна получать женщина, я не получала этого. Понятное дело, жить с мужчиной и все, что от меня требуется. Конечно, да, я делала там штирка, готовка, уборка и так далее. А вы любви-то нет. Так. Ну, зачем вы замуж там выходили, если любви-то нет? Честно вам скажу, побежала. То есть, хотела за кордон уехать и думала, серпится, слюбится. За какой кордон? Ну, мы в Германии живем. Он немец? Он русский немец, скажем так. Его родители, бабушка, дедушка немцы, папа немец, мама русская. В каком городе? Ингельштадт, возле Мюнхена, 70 километров. Рядышком здесь. Так. Сейчас вот в понедельник у меня дочь родила ребеночка. Так. И так как границы закрыты, мы не можем поехать в Россию. То есть до 1 мая, по-моему, Россия закрыла границы. И сейчас вот я вынуждена остаться опять-таки здесь. Угу. То есть вот так, Артем. И хотелось бы... Я не знаю. Мне кажется, я и тетка не злая, но и любить я умею. Тетка? Ну, тетка. Ну, вы знаете, я не знаю. Может быть, вы мне какие-то вопросы зададите. Потому что сложно ответить. Я вам одним словом просто сказала, что я этого человека не люблю. Лен. Да. Что с первым мужем было? Да. С первым... Я тоже родила дочь старшую. И... Я тоже его не любила. Вы когда-нибудь кого-нибудь любили вообще? Думаю, что нет. Может, дело вообще во мне. Так. И изначально, знаете, 15 лет, да, у меня было... Мне очень нравился один человек, мужчина. Гораздо старше моего возраста. И потом, когда я узнала, что он женат, и увидела его жену. Естественно, я близко с ней не стояла. И я отступила. То есть... Он мне нравился. Я понимала, что он очень красивый. Мне нравилось все. И когда моя мама узнала об этом, она, конечно... Ну, у вас были с ним отношения или нет? Нет. Он не один раз поймал в подъезде и поцелал. Но я хотела этого. Так. Я хотела этого. Он меня просто силой поцелал. Я запомнила это. С мужем я вот с этим живу. Он мне даже губы не целует. То есть мы вот живем как брат с сестрой, да. Сейчас я вам объясню. Вы вот зависли на своем вот этом 15-летнем событии, когда вы были маленькие. Это называется платоническая любовь. Угу. И дальше дело не идет. Когда женщина еще платонических чувств не набралась, дело до секса не доходит. Вообще сколько? Мне 44-45 в этом году будет. Да. Но вы знаете как, Артем? Я... Запреты все время были мамой. Я ей говорю, я выйду замуж всегда девочкой. То есть я тебе... Я такой человек, что я всегда правду говорю. То есть не было такого, что я там погуляла как девчонки, да, там поисполняла и пришла. Нет. Я так чисто хранила, хранила вот эту девственность. А получилось все не так, как я хотела. И так, Лен, ситуация, ну, мне понятно как, ну, дважды 24. Вам еще не совсем. И, может быть, участником тоже не совсем. И так, давайте с этого симптома начнем работать, потом все будет понятно. Я не люблю своего мужа. Как я это чувствую? У меня, знаете, немножко как вот скулы и в голове, что ли, виски вот так вот. Ну, то есть если он заходит на кухню, я сразу выхожу. Так, так. Подержите это ощущение. Мы поймем в прошлое и посмотрим, когда оно у вас на самом деле образовалось. Итак, мне 40 лет. Как ощущение? Так же. Двадцать лет. Мне двадцать лет. Немножко кружится голова Артема. Есть это ощущение? Я не могу понять. Мне двадцать, я это чувствую? Нет. Пропало? Не чувствую. Мне тридцать лет. Есть. Неприятно. Мне двадцать пять. неприятно мне мне 20 не пойму я сейчас мне 10 к общению нет 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 мне 15 так мне 22 горячо вроде был в груди есть или нет думаю есть мне 21 сколы напрягают мне 21 и напрягает ртом сколы мне 20 есть есть мне 18 мне 15 пропало мне 16 17 мне 18 пропало 18 мне 19 вот это чувство раздражения которое в этом периоде появляется с какой ситуацией связано может быть потому что все время обманул меня муж что вы видите что происходит когда это чувство начинает зарождаться я наверно беременна так и что там он мне все время обманывал врага наставлял чем он обманул вот он говорит лен я в москву а сам у приятеля с девчонками так как вы об этом узнали я увидела в окно проходила мимо они курили так что дальше стало происходить ничего вы молчали на эту тему нет я не молчала почему это привело почему я не хотела секса я вот я говорю Артем я не понимаю что такое секс и я не хотела его никак я сейчас даже не понимаю что это такое мне кажется любой мужчина меня пригласит и заняться сексом я не пойму потому что я не ощущала этот момент и не понимала что это такое так он мне тоже никогда ни комплименты не делал все как-то молча неправильно это все неправильно так девушка ведь любит как что окей хорошо я понял давайте с этим поработаем итак скажите себе лена не один день я в животе своей мамы не один день я в животе своей мамы в этот момент к вам приходит бог и говорит дорога лена в твоей жизни получится так что твоя мама будет тебя воспитывать строго и морально она будет запрещать тебе любые проявления твоего либидо твоего желания романтики с мужчинами и даже если твой муж потом в последующем будет тебя обманывать все эти три события в твоей жизни к любви к радости и к счастью это к тому чтобы в тебя проснулась счастливая уверенная в себе самодостаточная в будущем взрослая женщина которая легко и просто понимает что такое любовь которая любит и получает от этого огромное удовольствие и это для того чтобы сила полового влечения либидо в тебе проснулась и ты бы стал испытывать от этого огромное удовольствие как ощущение в теле прекрасно как ощущение это замечательно главное чтобы я почувствовала внутри прекрасно представим первому второму мужу вот он заходит на кухню как ощущение я понимаю что на терпеть как я чувствую себя когда муж рядом в данный момент да вот представляет еще над этим поработаем адресно и так мне один день я в животе у своей мамы в этот момент ко мне приходит бог и говорит дорогая лена в твоей жизни получится так что ты после подросткового возраста будешь накапливать ненависть и агрессию и претензии к мужчинам которые тебя возьмут замуж но это все к любви к радости и к счастью это к тому чтобы ты любила просто так получал бы от этого огромное удовольствие это к тому чтобы ты всегда была счастлива в браке это для того чтобы у тебя наступила сексуальная гармония и чувство гармонии счастья радости от жизни просто так прекрасно возвращаемся в настоящее появляется мой супруг как ощущение в голове в скулах ничего нет абсолютно так я хочу убежать пока не знаю сомнения будут работать над собой открывайте глазки я вам сейчас все расскажу итак лена типичный случай психосексуальной ретардации это когда девушка застревает на платонической стадии формирование своей сексуальности формирование эмоций в межличностных отношениях из-за сексуальных запретов со стороны мамы и платоника романтических пуританского воспитания плюс вы стали копить семейные конфликты и их не разобрали и таким образом вам детей можно чуть чуть подальше здрасте да да умоляю тебя да и за счет этого вы вошли в хронический конфликт с собой я сейчас клапан вам открыл чтобы чувственная сторона женственности стала вас открываться чтобы вы освободились от обид к первому мужу ко второму и вообще к всем мужчинам на всякий случай и заодно надо взять медитацию прощения поработать с образом вашей мамы с образом мамы особенно все ее запреты которые она когда-либо говорила да из лучших побуждений то есть ее она пыталась свою стратегию чтобы вас уберечь от чего-то но на самом деле она закольцевала ваше психосексуальное развитие понятно да понятно вот поэтому чуть чуть надо еще вам поработать повариться с этим да медитацию прощения ваше делаю в течение трех недель уже первые две недели начали тушь текла когда была в макияже и губки тряслись первые две недели а сейчас как-то получается параллельно стало и практически чуть не засыпаю думаю что это такое это хорошо это стресс начинает выходить когда человек вырубается выключается у него начинает глубокая проработка поэтому пока ничего разрушать в своей жизни не нужно надо продолжать работать с собой для того чтобы вот эту ненависть к своему партнеру если она еще проснется чтобы она вас перевела в принятие благодарности ему за совместных детей за то что ну вообще за все просто так но я понимаю что я должна безусловно любить вы не должны это просто нормально это не из чувства долго делается это естественный процесс тогда когда происходит осознание что это нормально поэтому придется еще немного с собой дополнительно поработать по моим рекомендациям и потом посмотрите как ваше дело будет хорошо потому что либидо это следствие уже следующего уровня и сексуальное гормон хорошо ну все Лена давайте давайте всего доброго до свидания удачи вы мне мешали дети отключаешь да вот выключился друзья наш эфир постепенно начинает подходить к завершению я включаю сейчас комментарии минута осталось в эфире так что не включим включаю. Так, спасибо за ответ. Друзья, если еще пара вопросов есть, на них отвечу с удовольствием. Видите, сегодня непростые герои у нас, интересные, самобытные и уникальные ситуации. Так, последняя минута в эфире осталась. Друзья, сейчас прямые эфиры в клубе. Мои будут в 10 часов вечера, где я буду консультировать участников клуба, а прямые эфиры «Исцелим этот мир вместе» и «Сила безусловной любви» по средам. Как попасть в эфир? «Сила безусловной любви», по этому хэштегу. Вы найдете любой пост, там все объяснено. С моим изображением там все написано. Так, я решу, зарекой, что все. Вот это нормально. Начались вы, помогайте. Да, посмотрите предыдущий эфир, там как раз был человек с паническими атаками. Почему засыпает? Потому что вам нужно расслабиться. Я вывожу свои эфиры на интересный энергетический уровень, где люди чувствуют расслабление. И поэтому, если у вас слишком большой стресс, вас будет выключать. Так, благодарим. Спокойной ночи. Сейчас эфир выключится. Так, вылечите миопео. Тут люди пишут, что она сама проходит от просмотра эфиров, восстанавливается зрение. Так, мне кажется, у девушки депрессия. Нет, у девушки хроническое недовольство жизнью и от этого все остальное. И задержка психо-секуального развития. Предыдущий эфир сегодня. Да, посмотрите, предыдущий эфир сегодня как раз по связанной с работой с телом и с паническими расстройствами сегодня было. Так, ноги очень холода. Спокойной ночи. Спасибо. Все. Сила, безусловная, любви, пока что я вам. Друзья, итак, всех вас жду в клубе. Если кто-то какую-то информацию не усвоил, по ссылке в шапке моего аккаунта есть вся актуальная информация на сегодняшний день. Поэтому девушке, конечно, посветлела. Даже вторая сейчас поймет, насколько ей стало легче. Но просто над сексом надо будет еще поработать. Это не делается так за 15 секунд, если не было никогда оргазма. Да, это, в принципе, требуется серьезная работа психотерапевта и сексолога. Я, конечно, могу помочь, но только надо еще несколько сессий устроить. Спасибо большое за внимание. Хорошей вам продуктивной недели. До новых встреч. Пока-пока.